спрячу ну вызвали скорую потому что у кого-то инсульт инфаркт вы вызывали я нет тогда эта информация касается да просто обычно умирают инфаркта инсульта не умирают ладно извините видишь не стали со мной разговаривать ну в принципе он на вы разговаривает вот что удивительно странно почему он на вы со мной разговаривает обычно они на ты разговаривают слышал кто у него голос приятный приятный голос за моя мама почувствует запах сигареты у нас спросит я не скрываю что я живу с мамой кстати ты бы не признался в этом а знаешь что в индии люди живут с целыми поколениями с родителями ничего и они счастливы а в россии это считается зашкваром а в америке лил пип рассказывал интервью что он звонил своей маме когда ему было плохо и она его поддерживал где-то не считается зашкваром а здесь считается почему вот задай вопрос почему почему ты любишь лил пипа почему ты меня презираешь потому что я бездарен да да я бездарен напиши мне много комментариев под этим видео под этим видео напиши много гадостей выплесни всю свою желчь все они уезжают там та это бабушка или кто говорит нет инфаркта инсульта что же ты врешь инфаркт инсульт это самое распространенное чего умирают здесь люди господи моя молодость прошла моя юность прошла без любви я чувствую жалость к себе да и жалов давай еще чуть расскажу унижающийся здравствуйте хорошего вам дня только там дождь осторожно я просто чуть-чуть пьян от таблеток дорогой друг я ничего против тебя не имею если бы ты если ты действительно искренне как бы считаешь меня хорошим человеком и сожалеешь о том что избил меня то я готов дальше бы стать с собой другом если а если ты лукавишь и просто хочешь меня еще раз избить за то что у меня крестик там или за то что я что-то не то сказал там то пожалуйста можешь избить меня можешь вообще кстати не парься просто убей меня сразу тебе ничего не будет полицейские тебя пожмут руку они ненавидят меня когда ты меня избил я пришел по направлению знаешь что меня просто избили полицейские можешь верить можешь нет и ударили из-за того что я записал хамство на телефон и ну я короче рассказывал там как все было тебе это смешно да ты смеешься и твоя мама смеется нам покажи своей маме мои видео ты развлекаешься тем что показываешь своим друзьям из этому кого там к бакча фамилия у него ну короче и своим я ничего против него не имею короче своим друзьям показываешь мой позор как я себя унижаю и вы ржете разве не так нет вот честно скажи я хочу поссать на вот этот вот пейзаж на свой и хочу вообще все свои пейзажи просто выбросить в окно потому что меня ждет кармическое наказание в будущем за это за все мои труды сколько же денег я угрохал на эти пейзажи на эти картины ну Надя Немиш ты меня презираешь ты забыла обо мне но спасибо тебе что ты купила мои картины и оценила их что ты ценишь их потому что ты окончил институт их художественное училище и колледж по искусству ты разбираешься в этом смотри я курил пил ой курил не пил а курил и пил кофе и смотри у меня зубы белые но тебе не важно чтобы у ребенка твоего были зубы белые а глаза голубые и брови не вот такие вот а вот такие и уши маленькие тебе важно чтобы зарабатывал много бабла знаешь что этот народ к сожалению мой народ которому я принадлежу вымрет с такими как ты с такими женщин с такими девушками как ты я еще когда мы грузчиками работали спросил это сказала типа что я сказал ну перевелись мужики да перевелись мужики типа она говорит да перебегись не осталось практически очень редко представляешь никакой самокритики нет вообще-то мы достойные вымирания я достойным вымирания жаль что гены идеальных зубов не передадутся в будущее поколение хотя это выгодно было бы рабовладельцам рабовладельцы могли бы мои моего ребенка или меня скрестить с кем-нибудь чтобы у них дети были с идеальными зубами потому что и мы с маленькими ушами и с мощной челюстью чтобы не подбородок нормальный челюсть на 4 лица такие и чтобы ни капли жира не было они могли бы это сделать но они не сделают это потому что я сейчас еще пока что не наступил от настолько сильное рабство сейчас просто идет вымирание цивилизатор нашей культуры цивилизации нашего народа рожают рожают курят пьют поголовно потом удивляются почему дети рождаются больными что бы еще сделать еще выпить кофе что ли а может мне напиться много кофе спрыгнуть я могу просто остаться инвалидом потому что здесь недостаточно большая высота там нужно а идти до девятиэтажки далеко там этот дождь идет давай короче сейчас давай с черным маркером себе нарисую я щас поищу черным маркером я щас не это не делаю тебе уже было здесь уже было в такой квартире хочешь можешь переехать ко мне жить спокойно я с теоретики не достаю до боя за самовизм это не редкость в россии да можно считать показухой это же хорошо вот насчет сигарет это действительно показуха на самом деле я не курю я ненавижу сигареты не переношу их я хочу маркеры найти я хочу маркеры найти я знаю что маркеры я сейчас себе на лице рисовал сейчас кофе сделаю а у меня есть кофе просто оно я забыл про него оно холодное уже ставь ты понимаешь? нет anyone entendешь. face ты понимаешь? я люблю тебя но я нравится ты чувствуешь грустно ты чувствуешь так грустно так alone и ты не понимаешь это я пойду я пойду вместе с тобой я пойду и мы вместе я пойду но не пися на меня пожалуйста вот так мои родители на меня постоянно мои родители пися на меня смотри чтоб тебе удовлетвориться это я к другому челу обращаюсь блин я не смогу написать потому что здесь не сейчас у р р р о д ты урод блин не получилось потому что на это ну на лбу легче рисовать писать точнее короче я написал себе урод видно или нет я не знаю наверное не видно да ты доволен нет я должен чтобы это выложили в паблике в паблике железногорске а кстати выложили это в паблике красноярска железногорска и напиши что долбоёб фрик александр лёнин ну придумай ты оклевещи меня напиши там что я поднимаю руку на девушек что я там еще что то хотя все ровно наоборот что все ровно наоборот ты не понимаешь что засосы похожи на вобои но это засосы от любви может ты не знаешь что такое настоящая любовь но меня никто не любит кроме одной белки которая любила меня я благодарен тебе урод я 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 урод Элиот Роджер. Привет, привет, Элиот Роджер. Ни одна девушка любит меня в этом... В всем стране. Один девушка любит меня. Знаешь, что сказалось, что у него шизофренирует? Ну, типа, нашли друг друга. То есть он относится ко мне, к нам, как к людям третьего сорта, понимаешь? Как к нацистской Германии. А ты относишься ко мне, как к человеку третьего сорта? Ты ко мне относишься не как к человеку, а как к недосуществу. Я да, я такой. Да, я такой. Я недосущество. Ты хорошо это умеешь. Что если я возьму рогатку, и когда ты подойдешь ко мне, я выстрелю в тебя подшипником? Так что убегай, ведь ей вата. Но я не буду это делать, потому что я хочу убить тебя. Но я не призываю никого к этому. Я не призываю никого. Я не буду это делать. Клянусь тебе. Клянусь Иисусом. Ты можешь просто прийти, подойти ко мне и избить меня, обозвать меня словами. Я ничего тебе не сделаю. У меня нет оружия, смотри. Где оружие, где? Нету. Какой-то вопрос можешь мне задать. Сколько раз я в день дрочу, да? Ведь ты другого вопроса не можешь задать. Когда у меня не было... Когда я не принимал флуоксетин, я дрочил раз... Больше десяти раз в день, наверное, даже. А занимался с девушкой сексом, я... Короче, я столько раз с ней занимался сексом, что она... Ну, короче, ты можешь не верить в это. Что она бросила меня в... Потому что она верит... Ну, она... Как бы... Ей не нравится вот эта вот вся низость вот эта вот вся... Короче, она... Сказала, что... Моей маме написала, что... Он не даёт мне... Мне спать по ночам. Можешь верить, можешь нет. Мне похер. Я сейчас разрушаю свое здоровье, свое зрение. Я знаю, что ты любишь меня, но... Нет. Ты... Я знаю, что ты знаешь. Я любую флаку. Я любую флаку. Я не люблю флаку. Я не люблю флаку. Я жаль. Я жаль. Я хочу просто выкурить все эти сигареты, которые мама держит, Чтоб она охренела и больше не держала дома сигареты. Охрена! Охрена, ты держишь сигареты дома, если ты не куришь. Если ты против того, чтобы я курил. Ой, черт. Как это ты такой ходил? Ладно, я вырублю его. Хотя, если я буду сейчас падать... С крыш... С... С окна, то... Лучше бы он заснял это. Потому что непонятно. Сам я спрыгнул или это меня кто-то потолкнул. А так на фоте будет видно. Давай я расскажу тебе всю правду, которая была, когда в 2016 году мы скитались с моей девушкой по... Конечно, там долго рассказывать. Мы скитались много дней или недель даже по Москве, по улице. Ты не представляешь, что это такое. Думаешь, что летом там тепло. На самом деле там холодно. Спать очень холодно на земле. Или даже накрыв чем-то землю. Просто холодно очень. Мы спали вместе на улице. Как Сиддлэнси. Только мы не были наркоманами или курягами, или пивощими. Рост у меня 180 сантиметров. В психушке замерили перед тем, как меня оформить. Да, я карлик. 180 сантиметров это карлик. Я заслуживаю смерти. Я заслуживаю того, что меня девушка бросила. Разлюбила, точнее. Бросила это слишком жестоко для нее. Звучит. Я ее люблю по-прежнему. Я хорошо к ней отношусь. Просто разлюбила. Она имеет право на это. Это же современный мир. Современный мир. Здесь девушка бросает тебя через три года. Ты сейчас гуляешь с девушкой, но она бросит тебя через три года. Но ты сам бледун. Ты найдешь себе другую девушку. А я не найду. Ни одна девушка в этом городе. В Красноярском крае. И во всей России не любит меня. 148 миллионов человек. Да, здесь. Да. Я хочу выпурить все секреты за раз. И у меня, и я ослепну. I'm blind. And I was blind. I will blind. I hate myself now. I'm sick. Я болен. Я долбоеб. Правильно сказал тот участковый. А, это тот долбоеб, который... И какую-то хуйню начал нести, что я поджигаю. Что-то там... Ну да, я... Просто я работал этим дворником. У меня зажигалка была. И я один раз чуть-чуть поджег этот... Я просто ненавижу нашу поликлинику. Я чуть-чуть поджег там... Ну, бумажку на... Замызганной, грязной, облезшей с твери, когда мне нахамили. Чуть-чуть поджег и насосал чуть-чуть немного там. Я художник. Я решил проэкспериментировать. Но тебе-то похер на то, что я художник. Ты бы никогда не признался в этом, да? Чего у тебя яички маленькие, да? Я бы тебе такого никогда не сказал. Я сказал своему работодателю по... Телефону, что у меня гигантские члены, чтобы он это передал девушкам, которые работают. Потому что я долбоёг. Это было до психушки. Потому что я был избит, травмирован. Не веришь? Нет. Не понимаешь? Нет. Думаешь, что когда избивают... Выбивают художника, скрипача или просто человека, это остается бесследно. И когда смеются над ним парни, а девушки говорят, «Ой, ты же сделаешь ей больно, не сопротивляйся». Она выбивает тебе глаза, не сопротивляйся. Это сейчас, это правда, это не сарказм. Смотри. I'm adult. I'm not autist. Смотри, я взрослый. Я взрослый. Я курю как взрослый. Как каждый. Every people in my country smoke. Every girl in my country smoke and drink alcohol. I hate this. I have understand these people. I have understand these people. Understand these people. I have understand Russian people. Because I'm Russian. All Russian people, All Russian girls smoke, drink every day. Smoke every day. Toxic lexicon. Toxic lexicon. Every day. This saying. с его родителями. Я ненавижу это, но я должен понимать простые люди в моем городе. Почему этот смок? Почему этот джин? Почему этот токсичный лексикон вокруг своих детей? Почему? Я не понимаю. Я рептилоид. Я артист. Я депрессивный. Я в этой городе. О, мой Бог, пожалуйста, помогай мне. Пожалуйста, помогай мне. Вы меня есть. Вы меня есть. Вы меня есть. Я здесь. Вы меня есть. I'm dead Now I'm dead You have it I know Okay Look, I'm dead What will happen after death? What will happen after life? What will happen after 50 years? I asked the question to the girl, she laughed I asked the question to the girl, she said I don't care what will happen after 50 years I don't care what will happen after 50 years I don't care what will happen after 50 years I can drink and drink a lot of tranquilizers Много очень И просто уснув, упасть И разбиться Или стать инвалидом Лучше это сделать на 9 этаже Это самое высокое здание Но я не призываю никого Нужно жить Жизнь это хорошо Ни в коем случае нельзя Никого не призываю Ни в коем случае Ты не любишь меня Я знаю Но не Но я знаю Но я знаю Но я ничуть Инж Hung shaen Я ничуть Я ничуть Это Я ничуть Я ничуть Я ничуть Я ничуть Я так понял пить каждый день, каждый день они пить и в токсичном лексике и пить и эта девушка в этом стране в этом стране они токсик лексик они матерятся как сапожники, хоть в Москве хоть где по сравнению с ними я не знаю это просто поразительно, что я матерюсь, что я курю, хотя каждый здесь каждая с 15 с 14, с 13, с 9 лет курит, пьет почти каждая, девушка причем парень тем более матерятся курят, пьют постоянно у меня нету друзей здесь, я просто я не затворник я хожу по городу, вижу, слышу это я могу даже это записать на видео доказать, что это не я, не мои выдумки да это любой дурак знает если ты не знаешь, что здесь все матерятся, курят и пьют то ты просто живешь в какой-нибудь цивилизованной стране, где такого нет и ты не можешь понять меня скай 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 bird flying bird скай скай спай очень скай 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 wat скай Только не настолько долбоёбом. Ты доволен, крёстный, в кавычках крёстный, который у себя вконтакте пишет, которому 50 лет или сколько, или 40, с чем-то, пишет у себя вконтакте, воинствующий атеист, блин, ну-ну-ну и долбоёб, блин. Тебе 50 лет, долбоёб. Какой ты воинствующий атеист, блядь. Ты долбоёб. Как и я. Я тоже долбоёб. Но я не воинствующий атеист, по крайней мере. Я просто вандал, и у меня нет будущего. Один долбоёб сказал мне, что у меня в психушке, когда меня зачисляли не больной, а здоровый, сказал, что у меня... Хы, какие маленькие уши. А ведь он прав, у меня очень маленькие уши. Но единственное, кто это сказал, это вот этот долбоёб с татуировками был. Мужик лет тридцати с чем-то. Короче, ты понял уровень интеллектуального развития. Общайся вот с такими людьми. Я умру, ты меня забил, подтолкнул к смерти. Общайся с остальными людьми. Они же умнее меня. Они же не быдло. Я быдло. Я тупой. Я рассуждаю о том, что будет через 50 лет. Что было в прошлом. Здесь каждый рассуждает. Ты найдёшь таких друзей себе. Избей меня, убей меня, чтобы таких, как я, не было. Чтобы были одни люди, которые просто курят, матерятся и ни о чём не думают. Вот и живи с ними. Ты же сверхчеловек. Ты же скинхед. Ты же наци, наци, скинхед. Или кто-то там. Ты просто ненавидишь русских людей. Называешь руснёй меня. Назвал руснёй. Ну, русских людей. Но я русский человек. Значит, ты меня назвал. Но мне пофиг. Моя мама учила, что все люди равны. Что все люди одинаковы. Только она не говорила, что есть люди, которые не считают за человека. Русского человека. Почему ты меня называл паразитом? Лёхи Фирс. При Лёхе Фирсовом. За спиной. Когда ты ненавидишь, когда за спиной говорят гадость. Почему ты считаешь меня паразитом? Если ты против этой системы, ведь паразиты разрушают систему, значит, я пользу приношу тем, что разрушаю систему. Не приношу ей пользу. На самом деле я приношу ей пользу. Каждый приносит пользу этой системе. Потому что все мы рабы. Понимаешь это? Я думаю, ты понимаешь. Если хочешь, можем встретиться. Можешь убить меня, забить до смерти. Че ты еще хочешь? Че ты еще можешь? Хочешь, расскажу тебе... Че ты. Че ты. Продолжение следует...